Мам, мне нужен чек на полевую практику. Мэг, я же возил тебя на неё совсем недавно. Ладно, вот, Поле, практикуйся и прощай. А-а-а, Мэг, я ранен! Прошу, помоги мне! Запахло бензином! Мэг, я ещё жив, но сильно обгорел! Не дай мне умереть и выходи меня! О, Господи, почему плохое случается с хорошими людьми? Можешь хотя бы прибраться перед уходом, а то тут вонять начнёт. О, не любишь вонь, да? Ну так занюхни! Ха-ха-ха, да! Теперь сам воняешь, как повойка! С меня присчитается, Макс. Ты привёл меня прямо к ним. А теперь помоги примолоть их рога в таблетки для эрек. Господи, что за вонь? У меня в носу будто горячая свалка покрышек! Эй, зачем ты так? Прости нас! Ах ты сволочь! О, я с ним! Ничего не вижу! Значит, этот автомат принял твои десять центов, а жвачку не выдал? Да. Сейчас я с ним разберусь! Верни монету, приятель! Ну а давай не наживай себе неприятностей! Минуточку! Он принимает только четвертоки! Чёрт возьми, это подстава! Надо быстро смываться. Извини, мам! Передай мне, пожалуйста! У него проблемы с мозгом, но это весело. Фу! Чем воняет! Боже мой! Боже мой! Брайан на присказку! Нет! А ты иди от стены, напугаешь тараканов! О, дело дрянь! Семьдесят процентов дома держалось на них. Питер, скажи, что страховка это покроет. Извини, Ларис, мы не страховались от собачьих бедствий. Так вот, в эти выходные Мэг приглашают на собеседование в Зеленогорский колледж Вермонта. Зеленогорский колледж? Туда я хочу больше всего! Отвезёте меня! Мэг, мы с мамой отойдём на минутку обсудить планы на ближайшие дни. С радостью тебя отвезу, Мэг. Вот. Ну, мы члены группы, раскрывающей детские преступления. Нам подойдёт лишь одно название. Члены для детей? Члены для детей. Но погоди, должно быть понятно, что мы взрослые. Тогда большие члены для детей. Но дети должны знать, что мы не старики. Не какие-то облысевшие старпёры. Большие волосатые члены для детей. А как они поймут, что мы ещё жилистые? Эй, малыш, тут рядом в парке угнали велик. Ты ничего не видел? Нет, сэр. Я уже три часа сижу, продаю лимонад. Налить вам стаканчик со льдом? Конечно. Если бы ты сидел тут три часа в самый жаркий день года, лёд в кувшине давно бы растаял. У тебя есть право хранить молчание. Всё, что ты скажешь... Питер, Питер, мы не вправе его задерживать. Наоборот, как бы тебя не задержали. О, вот и велосипед! Нет, ты был прав, Питер. Пацан-угонщик. Мы справились! Ага, ну мы даём. Мы отличная команда, ребят. Она завелась? Да. Мотора не слышно. Потому что гибрид. Поверь, она завела. Нет, не завелась, смотри. Салон пирсинга. Так, Мэг, давай что-нибудь вместе проколем. Я себе проколю ухо, а ты? Эээ... Наверное, тоже уши. Да не стесняйся, Мэг, ты же моя дочь. Тебе всё самое лучшее по полной программе. Вот, напирсу её всем. Всё самое лучшее для моей дочки, Мэг. Только гляньте, ты прям как красивая неблагополучная скандинавочка, которых я видел на порносайтах. Тебе нравится? Отлично. Идём в соседнюю лавку, купим маме смешной магнитик на холодильник. Ладно. Скажем Крису, что это сон. Не хочу, чтобы он знал, что у меня есть машина времени. Почему? А, это как купить себе пикап. Стоит людям про него узнать, и пропали твои выходные. Крис! Слышишь меня? А? Тебе снится сон. Сон? Ура! Никаких последствий! Как за правду? Ладно, перенесёмся на шесть минут назад и попробуем ещё раз. Боже мой! Боже мой! Питер, какого чёрта? Ты спас индейку, а не меня? Я чуть не умер! Клянусь богом! Я думал, собаки умеют дышать под водой. У меня тоже есть пирсинг. Привет, бабуля! У меня внизу выросли волосы. Показать? А я схожу на кухню. Может, Лоис надо помочь? Иногда я их выдёргиваю, потому что заслуживаю боли. Слава богу, сели на автобус. Не надо было покакать. А где тут туалет? Я не сказал, что он тут есть. Я сказал, мне надо было покакать. О, господи, это же для автобуса слишком мерзко. Не знаю, чего они разозлились, я же покакал в аптечку. Чёрт, Питер, нам больше не на чем добраться домой. Тут ты ошибаешься, Брайан. Холерный автобусный велик. Можешь на меня положиться? Как НАСА положилось на меня во время аварии на Аполлоне 13. Найдите мне три гроба из красного дерева с медными ручками, трёх новых папочек для детей погибших астронавтов и чёрный костюм для меня. Сэр, кажется, я знаю, как нам их вернуть. Это тяжело? Возможно. Тогда мы уже определились, в каком направлении работать. А, чёрт, потянул тысячу мышц! Как громко хрустнуло! Да! Прямо костью! Ой! Стоп тебя! Это плохо! Очень плохо! Но к доктору я не поеду. Питер, я хочу отдать тебе на хранение мои антикварные золотые часы ролик. Круто! Метательные часы! Нет, нет, Питер, это... Я не могу выразить, насколько это важно. Это не метательные часы. Ой, я понял, Квагмайр. Они не вернулись, я ты обещал. Прежде чем ты что-то скажешь, я тебе тоже припас подарок. Маску Катрин Хейгл. Наденешь её во время секса. Она идеал, потому что сексуальна лишь слегка. Её лицо не будет контрастировать с твоим телом. Меня бы это сильно обломало. А ещё её можно нацепить на задницу. Хэзер, я испёк твоё любимое печенье и хочу послушать, как у тебя прошёл день. Паренёк, мне нужны твои санки. Иисус вот-вот переспит с моей женой. Эээ, ладно. И шапочка нужна. И варечки с Человеком-пауком тоже нужны. А что в карманах? Кроличья лапка, пиротинный нож, бутылочная крышка, компас. Всё, давай, всё. Лойс, я слыхал, Кэтрин Хейгл любит целоваться по-французски. Чём дело, Лойс? Тебе надо создать настроение? Может, нам подсобит Кенни Джи? ТЕЛЕФОН Интересно, Кливленд попросит назад свой саксофон? Я помогу тебе тем, что заколочу дверь с той стороны. И у тебя не останется выбора, кроме как засеять за учёбу. Вот чёрт, оставил там свой телефон. Чёрт, я же её заколотил. Пап, какая-то девушка прислала тебе фотку своих гениталий. Вот чёрт, Лойс, телефон не у меня, не отправляй больше фоток. Уже отправила ещё четыре. Крис, положи телефон, не смотри. Минутку, тут обе её руки. Кто же тогда снимает? Так, отдай мне телефон и занимайся дальше. И прежде чем осуждать свою мать, большую часть вреда нанёс ты. Эээ, Джо, тебя точно не затруднит позаботиться о моей кошке? Да ты что, уже позаботился. Сегодня с утра утопил в пруду. Она не мучилась. Что? Нет, я, я имел в виду присмотреть за ней. Очень жаль, что не уточнил с утра. Я согласен. Вдруг я всех удивлю. Как в случае, когда заучка библиотекарша оказывается безумно сексуальной. Простите, мэм. Рядом с картотекой мёртвый бомж лежит, пройти невозможно. Вот чёрт-горка кончилась. Эй, ты! Мальчик! Что там написано? Я книжек не читаю, сэр. Но видел, как Господь и Спаситель наш вошёл туда с дамой для рождественского перепихота. Ты хороший мальчик. Вот тебе гусь. Не знаю, чем мы занимаемся. Шмесяльем, забыл. Не вижу фроп. Ладно, сперва замерим давление, потому что это самое наше любимое дело. Эминант на звание короля Крис Гриффин. Спасибо. Я Крис Гриффин. Википедия описывает Смегму, как смесь секрета сальных желёз крайней плоти, отмершей пятилетальной ткани и влаги вокруг головки члена. Но кто такой король? На это уже невыносимо смотреть.